Здравствуйте! В эфире новости дня. Я Наталья Савицкая и мои коллеги расскажем о событиях вторника 4 августа. Темы этого выпуска. В сокращенное время сканирования, улучшенное изображение и экономичность в потреблении электроэнергии. В Центральную городскую больницу по федеральной программе поступил новый компьютерный томограф. Раскинулось море широко. В районе улицы Псковская заливает бывшие колхозные поля. Местные говорят не в первый раз. Неужели вода ничего не стоит? Волшебные звуки на квартирнике в Юрьеве. Гостем очередного проекта стал Петр Термен. Он сыграл на единственном в мире бесконтактном музыкальном инструменте. Термен в Оксе. В Великий Новгород сегодня доставлено современное медицинское оборудование. В Центральную городскую клиническую больницу на Яковлево-18 поступила новая система компьютерной томографии. Благодаря ей можно будет находить поражение легких на более ранней стадии заболевания COVID-19. К этому событию больница готовилась с начала мая. Главной задачей было сделать полный ремонт будущего кабинета, в котором установят ценное оборудование, в последнее время ставшее особенно востребованным. Клиника 2 Центральной городской клинической больницы – это второй ковидный госпиталь у нас в городе, который пропускает через себя достаточно большой поток пациентов. Поэтому было принято решение об оснащении его именно компьютерной томографии. На сегодняшний день компьютерная томография является одним из методов диагностики на коронавирус. Поэтому именно такой аппарат вошел в перечень федеральной программы по оснащению ковидных госпиталей. Стоимость тяжеловесного японского оборудования – порядка 45 миллионов рублей. Компьютерный томограф, все читали про матовое стекло, это более, так скажем, точный метод диагностики, который помогает именно диагностировать на ранних стадиях и оказывать необходимую помощь пациентам. У нас в первой клинике есть компьютерный томограф, у нас опыты и люди для работы есть. Соответственно, будем еще привлекать другие кадры. Кроме того, на днях здесь же за счет федерального бюджета была установлена кислородная рампа, которая позволила дооснастить все палаты отделений кислорода. Также ожидается поступление 25 аппаратов ИВЛ российского производства. С помощью этого оборудования специалисты смогут оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь для всех новгородцев и жителей области. Приезжайте и снимите – это безобразие. Такой звонок поступил в редакцию новостей дня от жителей улицы Псковская. В районе домов с нумерацией от 150 регулярно затапливает близлежащую территорию. Наталья Хмелева выехала на место. Идти до места недалеко, но трудно. Под ногами мокрой глиной слякать. Чавкает, ноги скользят, но на первый взгляд ничего страшного. Однако проходит еще пара минут и наша съемочная группа понимает – позади самый сухой участок маршрута. Охватить взглядом весь масштаб катастрофы не получается. Мешают кусты, камыш и высокая трава. Но еще неделю назад, рассказывает Виктор Давыдович Буц, здесь было сухо и люди с собаками гуляли. А теперь для этого и вправду нужны заколенники. К слову, топят эти поля бывшую колхозную собственность регулярно. Но такого масштаба местные жители не помнят. По самым скромным прикидкам, говорят они, этим летом под воду ушло полтора-два гектара земли. Ну я так понимаю, здесь проблемная зона вот эта вот. И несколько лет. Постоянно течет и они мучаются с этим делом. А когда будут менять, я как могу сказать, не могу сказать, руководитель. А руководители только отвечают на это. Это не наше. Мы разберемся. Шесть дней проходит, никто не разбирается. Что за трубы здесь проходят, не ясно. Вроде бы старый колхозный водопровод, но точных данных у жителей нет. Да хоть канализацией не пахнет, и то хорошо. Да и не это сейчас важно. Воду бы убрать не ровен час, она и к домам подберется. Бороться с наследием прошлого здесь пытаются уже много лет. На протечке службы приезжают, копают, заделывают. Но после остается еще больше проблем. Затопленный луг не единственная проблема местных жителей. Есть еще вот такие озера. Это 6-8 котлованов, оставшихся от попыток заделать старые трубы. Ох, и хотя мы и так промокли, дальше некуда. Проверять глубину с собой точно не будем. По слухам здесь метра три не меньше. Палка в помощь. Опа. Ох. Кто будет это убирать и будет ли вопрос пока открытый. А вот дни очередной протечки, хотелось бы верить, сочтены. Представители водоканала наша насквозь промокшая съемочная группа обнаружила на обратном пути. Специалисты оказались неразговорчивыми и даже не представились. Но на вопрос ответили. Как быстро получится ее устранить? Вот на ваших сторонах профессионалов. Согласование пройдет со службами, с Ростелекомом, мы же не в песочнице копаемся, с Ростелекомом, с газовиками, с кем-то, с электриками. Все, два часа будет сделано. А что до воды, обещают специалисты, откачают трактором. Ну а что останется, высохнет само. Вопрос, надолго ли? Наталья Хмелева, Михаил Серов, Новости, Новгородское областное телевидение. Как пояснили в Новгородском водоканале, виновник аварии – крупная труба. Часть водопровода, снабжающего водой, поселок Панковка. Из-за степени износа она давно требует ремонта. Место разрыва обнаружили еще в понедельник, но ликвидировать протечку сходу нельзя. Есть сложности. С одной стороны, это необходимость согласования с нашими абонентами, которых мы не можем закрыть без предупреждения. Вторая сложность была в том, что находится в недоступности дорог, проездов, то есть необходимость подвоза гусеничной техники. Сейчас протечку устранили. Также добавили в водоканале, в этом году 400 метров данного объекта ждет капитальный ремонт. Вот только место разрыва в эту протяженность пока не входит. Ремонтировать будут часть трубы, пересекающую реку Веряжа. Весь аварийный участок собираются заменить за два года. Новгородские полицейские задержали предполагаемую мошенницу, которая под видом онлайн-целительницы вымогала у людей деньги. Не останавливалась даже перед обманом родителей тяжело больных детей. Вычислить шарлатанку удалось после обращения в органы обманутой жительницы Новгородского района. Причем задержали злоумышленницу на Урале в Свердловской области. Более полугода назад злоумышленница создала в социальной сети фейковую страницу под именем внучки слепой бабы Нины, главной героини одного из российских сериалов. Она предлагала услуги своей знаменитой бабушки в лечении заболеваний народными заговорами. К мошеннице обратилась 32-летняя жительница деревни Барки Новгородского района за помощью в лечении своего ребенка, страдающего серьезным заболеванием. Целительница по фотографиям провела сеанс магической диагностики и пообещала снять порчу. За свои услуги мошенница запросила 60 тысяч рублей. Когда женщина перевела деньги, но желаемого результата не последовало, а внучка народной целительницы перестала выходить на связь и заблокировала доступ к своей страничке в социальной сети, женщина обратилась в полицию. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение. В результате 30-летняя местная жительница была задержана в городе Артемовский Свердловской области. Свою вину женщина не скрывает и полностью признает аморальность подобной деятельности. Я знаю, что я совершаю, что это грех и позор, во-первых. И то, что мошеннистом я занимаюсь, я у людей последние деньги забираю. В настоящее время фигурантка уголовного дела доставлена в Великий Новгород. Решается вопрос об избрании и в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Фестиваль уличного искусства «Страница истории» переместился из Валдая в Боровичи. С 1 по 8 августа граффити и райты работают над пятью фасадами. Артем Забралин представит эскизы будущих творений. Страница истории прямо на стенах домов. Теперь можно будет увидеть и в городе Боровичи. Одно из пяти будущих полотен создается прямо сейчас. Автор рисунка Александр Морстин приехал из Москвы специально, чтобы порадовать жителей города. Создавать изображения таких масштабов для Александра привычное дело. Работы художника радуют жители многих городов страны. Но на данный момент произведение оформлено лишь наполовину. Поэтому представить, как будет выглядеть финальный вариант, можно лишь со слов автора. Позиции по задумке – это птички, оригами, журавлики. Они как раз в законченном виде будут на них текст из художественных произведений. Ну, как посыл, что это как раз из страничек книги и сложены. Всего в городе Боровичи появится пять художественных произведений. Все они прошли тщательный отбор и были выбраны среди множества конкурентов. Свои заявки на конкурс отправляли профессионалы со всей страны. Но украсить образы наших городов доверят лишь единицам. Это конкурсная основа. Ребята присылают свои макеты, мы их отсматриваем. Потом смотрим, насколько они квалифицированы, чтобы красить фасады. Потому что фасад красить не каждый художник может. И, собственно говоря, выбираем контент, который подходит конкретно к каждой области. На наш вопрос, на какую из работ жители города Боровичи будут обращать внимание чаще всего, организаторы отмечают, конечно, Екатерина. Причем за основу взято изображение императрицы, которое можно увидеть в местном музее. Поэтому данный фасад станет еще и своеобразной пасхалкой для жителей города. Напомним, фестиваль «Страница истории» проходит уже второй год. Но если в прошлый раз художники работали только в Великом Новгороде, то в этом году география фестиваля расширилась. Кроме областного центра, полюбоваться работами мастеров можно будет в Боровичах, Валдае и Старой Руси. Из Боровичей Артем Забралин, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. В Новгородскую область доставлена очередная партия корма для бездомных животных. Новгородским четвероногим продолжают помогать из Санкт-Петербурга. Кот-заяц получил свое прозвище за необычную манеру передвигаться – в припрыжку. Когда волонтеры нашли его, у животного недоставало одной лапы. Настрадавшись и перенеся операцию, заяц обрел дом и любящих хозяев. Теперь он упитан и подстрижен. Но еще очень много животных нуждаются в помощи. Сейчас у нас получается шесть кошек. Это уже кошки взрослые. Котят, конечно, очень быстро разбирают. То есть они приходят и уходят. И 11 собак на передержках. Но вот 8 собак из них – они инвалиды, либо старички. То есть такие уже постояльцы, можно сказать. Пандемия подкосила работу многих зоозащитных некоммерческих организаций. Ее последствия они ощущают до сих пор. В первую очередь животных необходимо кормить. Мы получили очередную партию кормов, и сегодня в основном для собак, но и для кошек тоже, от наших друзей от питерской фирмы «Петшоп». Скоро будет практически уже две тонны из того количества кормов, которые они нам присылают с начала коронавирусной пандемии. Помогают и жители области, которые покупают корм и оставляют его в контейнерах магазинов партнеров. Всю собранную в этот раз провизию передали волонтерам в Пестово и Старую Руссу. Ремонт и современное оснащение кабинетов химии в восьми общеобразовательных школах города. Это предусмотрено соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между ПАО, а кроной администрации Великого Новгорода на 2020 год. Один из классов получит гимназия номер три. Вот здесь будет стоять большой лабораторный стол. Мы еще не до конца решили, как мы его развернем, но, видимо, как-то вот так. Там будет полностью новая зона хранения всего остального с специальным вытяжным шкафом для реактивов. Пока что новая обстановка лишь воображение, но это ненадолго. Два миллиона рублей спонсорской помощи уже пошли в дело, и совсем скоро новый кабинет химии станет образцом даже не сегодняшнего, а скорее завтрашнего дня. Делятся планами руководство третьей гимназии. Новое оборудование, новая планировка и даже стеклянная стена лаборатории, ради которой пришлось перенести дверь в кабинет. Раньше о таком можно было только мечтать. Мы, конечно, очень благодарны, потому что эта фантазия у нас в голове живет лет пять. Мы понимаем, что таких денег нам было не поднять, и когда вот появился проект, мы радостно задумывались, может быть, нам тоже перепозят. И не прогадали создание такого нового пространства, рассказывает руководство гимназии, важный шаг в развитии всего образовательного учреждения. И своеобразное признание профессиональных заслуг. Выпускник именно третьей гимназии в этом году стал единственным стабальником на ЕГЭ по химии в регионе. Теперь шансы повторить его успех возрастут и у других учеников. Поможет в этом совместная работа ПАО «Акрон» и городской администрации. Уже не первый год, согласно соглашению о социально-экономическом партнерстве между администрацией города, акционерным учетом «Акрон», выделяются денежные средства на ремонт кабинетов химии. В прошлом году у нас было отремонтировано и закуплено оборудование для семи кабинетов, в этом году для восьми кабинетов. Кроме третьей гимназии преображения ждут школа номер 26, 10, 16, 22, гимназию «Эврика» и гимназию номер 4. В планах закупка нового оборудования и мебели. Все для того, чтобы школьники смогли как можно глубже погрузиться в предмет и получить прочную базу знаний. К слову, в рамках соглашения поддерживают не только учеников, но и учителей. Гранты вместе с «Акроном к успеху и карьере» на общую сумму полтора миллиона рублей за два года получили 12 педагогов. В этом году к первому сентября определятся с новыми получателями. К этому же моменту закончат и ремонты в кабинетах. Наталья Хмелева, Михаил Серов, Новости, Новгородское областное телевидение. В Великом Новгороде продолжается благоустройство общественных территорий. Арина Аксенова посмотрела, как преображаются парки Веряжский и Луговой. Диковатые берега Веряжки уходят в прошлое. Здесь будет город-сад. Полноразмерные деревья и навесок дождя и солнца появились во второй очереди благоустройства Веряжского парка. Площадку уже облюбовали дети, спортсмены и молодые мамы. Здесь и вправду хочется остановиться и никуда не спешить. В основном это концепция объединения человека и природы. То есть здесь разговор шел о том, что люди должны здесь отдыхать. Конечно, по большому счету, когда сюда приходит молодежь на скейтах, это же не запрещено. Так же, как и люди с собаками, тоже у нас здесь не запрещены, потому что это территория для всех. Шуметь и веселиться, конечно, не запрещено. Создатели парка уже задумываются о строительстве сцены для праздников. Но все-таки извилистые дорожки и скамейки для романтиков рождают скорее расслабляющую атмосферу. Этот парк словно создан для того, чтобы созерцать закаты, вдыхать аромат луговых трав и, конечно, фотографироваться. Прогуляться в парке и не сделать селфи в наше время практически невозможно. А наш город все больше к этому располагает. Красивые объекты для фотографий растут, как грибы после дождя. Вот еще один. Бетонные буквы скоро отшлифуют, покрасят и оборудуют подсветкой, чтобы парк Луговой еще лучше просматривался с Большой Санкт-Петербургской. Но это не просто вывеска. Хэштег ведет на все материалы о парке, которыми его создатели делятся в соцсетях. Этот парк не только невероятно красивый. Здесь культивируют экологичность и здоровый образ жизни. В Луговом уже проходят спортивные занятия и физкультурные мастер-классы. А организуют все сами жители. Люди сами находят и сами предлагают, прямо в личку пишут и говорят. Я могу сделать то-то. Можно ли у вас в парке сделать это? А еще вот можно ли сделать в парке вот это, чтобы можно было сделать то? Вот такие предложения звучат и на страницах наших сообществ, которые мы ведем параллельно с развитием парка, и в личку. Превращение пустырей в удивительные места отдыха – несомненно, маленькое чудо, которое новгородцы сотворили своими руками. Как показывает опыт Веряжского и Лугового, нет ничего невозможного. Было бы желание сделать немного лучше место, в котором живешь. Арина Аксенова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Квартирники в Юрьеве. Интересный проект, который предлагает приятный вечер, общение и хорошую музыку. На этот раз гвоздем программы стал единственный в мире бесконтактный инструмент. Играл на нем лично Петр Термен, внук изобретателя Терменвокса, льва Термена, специально прибывший из Санкт-Петербурга. Собственно, исполнитель на Терменвоксе должен достаточно хорошо контролировать, конечно, собственные движения, координацию относительно инструмента, ну и погодные условия тоже. Одно неловкое движение и музыкант не получит нужный звук. Терменвокс – самый фантастический и единственный бесконтактный инструмент в мире. Настоящая электронная музыка, которую умельцы буквально извлекают из воздуха, частенько звучит в фильмах и мультиках. А это звучит как спецэффект из советских мультиков. На самом деле диапазон извлекаемой музыки у устройства достаточно широк. Изобретатель Терменвокса – инженер Лев Термен. Спустя сто лет его правнук не только освоил необычный инструмент, но и руководит школой, в которой преподают навыки игры на изобретении. Чтобы извлечь первую мелодию, при правильном подходе достаточно несколько недель. Но если мы говорим о хорошем исполнении, как о любом музыкальном инструменте, Терменвокс, конечно, требует много сил, времени, усилий. То есть я думаю, что за год-два человек может достичь достаточно неплохого уровня. На Терменвоксе можно играть все – джаз, рок, авторские композиции. Инструмент заряжен на самоконтроль, безупречное владение руками и корпусом тела. Тут тебе и йога, и медитация в одном флаконе. Казалось бы, просто электронная музыка, но нет, на деле целая философия. Побывать на концерте Терменвокса стоит хотя бы один раз в жизни. И увидеть, как физика соединяется с искусством. К этой минуте все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70 30 03. Темы для сюжетов и предложений мы также принимаем в соцсетях, а все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале Новгород ТВ Ньюс. Далее о погоде на среду, 5 августа. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok